Вы сами говорили о том, что ощущение инфляции у россиян гораздо выше, чем она есть на самом деле. Как вы думаете, почему? Да, это так. И действительно, психологически инфляция воспринимается выше, чем фиксируют статистические показатели. И это влияет на то, что инфляционные ожидания до сих пор остаются повышенными. Здесь несколько причин. Первое, это действительно, мы очень долго жили в условиях высокой инфляции. И людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Они все время ожидают, что она может повыситься. Хотя такие ожидания все равно снижаются, и нас это радует. Но тем не менее, они ожидают, что инфляция может повыситься. Второе, все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад. И цены были ниже. После этого произошел скачок инфляции. И, конечно, люди это помнят и психологически соотносят с тем уровнем цен, который был. И третье, инфляция меряется по корзине товаров. Там много товаров. И товаров, которые люди каждый день покупают, и товары, которые они покупают не так часто, товары длительного пользования. И одна из проблем, которая нас беспокоит, то, что вот как раз товары такого ежедневного, ежедневных покупок, прежде всего, плодовощная продукция, там цены в течение года очень колеблется. И люди обычно не замечают, когда цены падают. Вот когда они к зиме начинают расти, после того, как урожай основной выходит на рынки, то они, конечно, это замечают. И люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цены, или когда цены меньше растут. Мы это все понимаем. И это естественно. Это естественные процессы. Но мы хотели бы добиться того, чтобы население больше поверило и больше почувствовало, что цены действительно низкие, и чтобы инфляционные ожидания снизились. Между тем, глава Центробанка Эльвира Сахипзадова Набиулина сделала очень важное заявление. Она сказала следующее, что российским гражданам в силу привычки кажется, будто бы цены растут. А на самом деле инфляция в стране рекордно низкая. Почему же население страны в это не верит и не замечает? Глава ЦБ объясняет это психологическими причинами. По словам госпожи Набиулиной, в России слишком долго наблюдалась высокая инфляция. Из-за этого гражданам все еще не верится в обратное. Кроме того, с толку граждан сбивают меняющиеся цены на фрукты и овощи. Люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад. И еще товары ежедневных покупок, прежде всего, плодо-овощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются. И люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен. Михаил Леонидович, сегодня мои коллеги, сотрудники телеканала «Сареград» мне говорят, Трюксич, слушай, ну вот с 1 января же сейчас скакнут цены на проезд. Скакнут, уже объявили тарифы на коммунальные жилищные услуги. И пошло-поехало. И вот мои сотрудники, они еще совестливые люди, они говорят, ну зачем она вот это сказала? Действительно, я вам хочу адресовать эти слова. Зачем она сказала? Ну молчи, ну лучше молчи! Это невозможно, понимаете? То есть она не может промолчать? Она не может промолчать. Я объясню, в чем дело. Значит, мы уже много раз говорили. Она является солдатом некоторой властной группировки, которая условно называется либеральной. Она должна отрабатывать свою игру. При этом она ее должна отрабатывать четко. Мы видим, она это делает. Мы видим, как она гробит банки. Мы видим, как она гробит реальный сектор. Мы видим, как она гробит систему денежного обращения. Она, страхового у нас уже давно нет. В реальности я просто этим занимался в 90-е годы и видел, как эта же команда не давала развивать это. Значит, ну она не может не заниматься. Росгострах находится в составе открытия. Поэтому, ну не будем сейчас, да? Она выполняет свою задачу. Но при этом ей объясняют, что, Набиуллина, ты должна держаться за свое место как можно дольше. Потому что каждый день твой... Ну так держись и молчи. Вот она и в ее понимании держаться. Это значит, объясняют, что ее политика правильная. Вы знаете, какая реакция была у людей после того, как... Ну, бога ради. Я прекрасно все понимаю. Вы еще не учитываете еще одно обстоятельство. Ведь на самом деле инфляция же бывает разная. Для людей бедных инфляция одна, для людей богатых она другая. Если вы спекулируете недвижимостью, то у вас в нынешней ситуации дефляция. Стоит вам усреднить спекулянтов с недвижимостью с теми, кто экономит копеечку и думает, он может купить три картошечки или все-таки четыре картошечки. И у вас сразу все получается замечательно. А каково, соответственно, людям, которых из-за того, что Набиуллина, соответственно, не выдает кредитов, закрываются предприятия. Вот приходит такой вот отец семейства, а у него дома жена и двое детей голодных. И он, перебирая оставшиеся копеечки в кошельке, идет в магазин. Конечно, он видит, что цены растут. А цены реально растут. Знаете, у меня... Он же, прошу прощения, он же детям покупает. Он не может покупать то, что называется, как это называется, какое-то специальное придумали название для искусственного молока. Молокосодержащая жидкость или еще чего-то. Он боится этих детей. Молокосодержащий продукт. Молокосодержащий продукт. Он же не может детям это покупать. А реальное молоко в цене растет. А Набиуллина объясняет, ну как же, вот же у вас, пожалуйста, смотрите, на молокосодержащую же жидкость упала цена. И вам кажется что-то... И вам кажется... Ну то есть это просто, это уже за предель. Еще раз повторяю, это люди, которым глубоко наплевать на то, что происходит в этой стране и с этими людьми. Я прошу прощения. Вы думаете, что у Набиуллины нету домика на Лазурном берегу? Не знаю. Может быть. Мне сложно сказать, почему я говорю про Лазурный берег, Набиуллина знает французский язык. Да, это правда. Я даже в некоторой растерянности сейчас нахожусь, потому что осмыслить слова Эльвиры Сахибзадовны мне не удается. Я очень хорошо помню, традиционно Новый год и Рождество мы всей семьей отмечаем в Санкт-Петербурге. У любимой тещи, у любимой бабушки. Я очень хорошо помню, когда мы приехали в конце прошлого года, в декабре, цена на проезд была 30 рублей. Буквально наступило 1 января, и весь общественный транспорт и метрополитен в Санкт-Петербурге изменил тарифы. Рост составил 50%. То есть 30-го и 31-го проезд стоил 30 рублей, с 1-го начиная 45. Вот такие тарифы. И по всей видимости, нас это вновь ожидает, и по всей видимости, вновь Эльвир Сахибзадовна нам скажет, это вам кажется. Это вам кажется. Вот что вам кажется, узнаем от моей коллеги. Как вы смотрите на эту ситуацию? У нас, знаете, как в народе говорят, если кажется, надо креститься. Это только кажется. А как было бы на самом деле, мы тоже не знаем. Правда?